Здравствуйте! Как говорил древнеримский философ, поэт и государственный деятель Синека, всем кажется лучшим то, от чего отказались. И вот решили мы сегодня вновь порассуждать над реализацией реформы местного самоправления в Архангельской области. Поводом к сегодняшним рассуждениям послужил законопроект, который мы вместе с коллегой-депутатом Архангельского областного собрания Ольгой Осицыной внесли буквально несколько часов назад. И о чем, собственно, наш законопроект? Сейчас в Архангельской области все главы городов, районов, поселков и так далее избираются местными депутатами при непосредственном участии некой конкурсной комиссии. Она создается на приоритетных началах, то есть поровну, из представителей местного депутатского корпуса и губернатора Архангельской области. Вообще, реализация новой системы избрания глав, как вы знаете, началась с прошлого года и уже наделала много шума. Серьезные нарекания у жителей Архангельской области вызывает и сама система в общем, и методы работы конкурсной комиссии в частности. Почему? Теперь главы избираются не через прямые выборы, а через голосование местных депутатов. Только сначала все кандидаты на пост главы проходят сито конкурсной комиссии. И вот здесь, как оказалось, кроются серьезные проблемы. Практика показала, что конкурсные комиссии в Архангельской области больше любят пропускать по одному кандидату. Архангельск, Новодвинск, Коряжма, Шенкурский и Каргопольский районы. Везде депутаты выбирали одного из одного. И ведь выбрали. Хотя в привычном понимании выбор предполагает наличие вариантов. Вот и начались разговоры о том, что самое важное – пройти сито комиссии. С депутатами идти попроще. Но разве такой смысл закладывался в реформу местного самоправления, затеянную в Архангельской области? Ладно, об этом мы уже подробно говорили в одной из наших прошлых передач. Давайте вернемся к сути предлагаемого нами областного закона. А суть его очень простая. Оценив реализацию реформы местного самоправления в регионе, стало понятным и очевидным, что такая модель со всеми ее плюсами и минусами не устраивает многих жителей. Отдельные территории хотят сами решать, как им избирать главу. Кто-то согласен на профессиональный отбор с участием местных депутатов и конкурсной комиссии, а кто-то хочет избирать главу напрямую, на всеобщих выборах. И вот этим правом выбора, своей модели организации местного самоправления, мы предлагаем наделить муниципальное образование Архангельской области. Территории сами решат, как и кого им избирать. Мы предлагаем дать возможность выбора с наличием вариантов. Всего, согласно федеральному законодательству, есть три варианта избрания главы муниципального образования. Первый – это привычные всем нам общие прямые выборы главы. При этом избранный кандидат может возглавить совет депутатов или местную администрацию. Второй вариант – это тот, что действует у нас сейчас. Избрание главы проводится депутатами из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. У нас, к сожалению, тут пока правильнее говорить не кандидатов, а кандидата. И третий вариант – глава муниципального образования также избирается депутатами, но и своего состава. То есть кандидатом на пост главы муниципального образования может стать только действующий депутат. Таким образом, кандидат проходит цито не конкурсной комиссии, а жителей соответствующей территории. Сначала жители избирают его депутатом, а потом уже его коллеги, такие же депутаты, могут избрать главой. Все три варианта прописаны в 131-м федеральном законе об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. То есть все три имеют официальное право на существование и реализацию. Но, как вы помните, в прошлом году на оригинальном уровне было принято безальтернативное решение действовать только по второму сценарию, то есть через депутатов с конкурсной комиссией. Плоды этого решения мы с вами уже почувствовали. Но выбор все-таки предполагает наличие вариантов. И вот эти варианты мы и предлагаем прописать в областном законе. И пускай муниципальные образования сами выберут, какая модель им ближе, если захотят жители Архангельска, Новодвинска, Северодвинска избирать своего главу напрямую через всеобщее голосование. Пускай избирают. Или жители какого-то другого города или района решат доверить это право депутатам. Пусть так и будет. Это должно быть их правом. Реформа местного самоуправления не должна сейчас остановиться. Как выяснилось, остановка не та. Похоже, всем пора признать свои ошибки и начать их исправлять. Предложенный нами законопроект пройдет еще всеобщее обсуждение. И к нему мы приглашаем все заинтересованные стороны. Мы готовы выслушать мнение каждого. Ищите нас в социальных сетях, приходите на встречи, мы будем только рады. Решение, конечно, останется за всеми депутатами областного собрания. Но мы все же уверены в своей правоте и постараемся убедить в этом и коллег. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok